ребята всем привет с вами александр джуаси колдзе гейме у нас очередное мега событие у нас появляется новый кайнозойский гибрид и вот что у нас будет это сто процентов гибрид грипто дона какого-то депротодона с чем-то похожим на волка ну с большой долей вероятности это мегистатерий то есть как бы вот кто хочет его сейчас может открыть два дня и потом у нас вот короче в глубинах пещеру так далее да что то подобное ну давайте сейчас пойдем посмотрим с каких существ это может быть прессы лепли но ухты у нас там появился 2019 год и прикольно так а ну-ка еще раз так как где это байда была дети приколы были со свиньей 2019 года не понял в общем то нас двиг ледников кем тут нужно сражаться сражаться нужно водными тварями это мы легко короче с вами сделаем так битва титана у нас доступна это прекрасно так все давай а вот 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 так через час закончится дрожь земли м так еду тоже стоит выполнить и у нас еще есть монстры биокупола кстати да вот сюда наверно можно будет исходить с вами так сдвиг ледников ладно пошли пошли смотреть на кого похож ну может быть стать не туда не туда иду не туда пошел ребята так амфицион ну нет не подходит хотя хотя вот так подходит ну вот пушки ушки но у нас роковом уровне просто он совсем не похож он тут уже на какую-то гиену похож на амфицион блин они все блин тут все любого можно подпаду подогнать а ну-ка эндрюсарх не эндрюсарха с какая-то слишком длинная морда блин тут просто черт ногу сломит все таким скорее всего в мегистотере да ну уши острые видите такие увы и ну вот реально похож на волка то есть без всяких там сильных косяков вот как у эндрюсарх нет нет не он не он амфицион амфицион вполне себе может ну коротковато мордом давайте сейчас мы дойдем до дойдем до мегистотере ну гиенодон блин не ну гиенодон не может быть но он он вообще хорошо подходит да довольно таки но скорее всего нет это как бы редкое такое существо не должно участвовать в гибриде мегистотерий блин но у меня нет обычного мегистотерия ну тупая морда острые уши ну да мегистотерий плюс плюс чё-то где этот наш броневички наши хрюкающие смешные броневички вот глиптодон опять же давайте вернемся посмотрим какой там будет панцирь панцирь мелкий в шарике ну подходит мелкие в шарике ну да вот глиптодон это будет глиптотерий нет скорее всего должно быть первое слово глиптотерий да либо мегисто дон вот мегисто дон например каком такое название а еще может дэди курс быть на тут тоже в кружочке но мне кажется тот больше подходит да тут какая-то слишком такая мне не дэди кур вот именно глиптодон будет глиптодон его текстура намного больше похожего да вот такая вот в мелкую точку в мелкую точку ребята еще рассмотрим да в мелкую точку такую еще только такие сезона похож на какую-то многоножку на же тут других бронированных существ нет у него даже лапы бронированная эта тварь будет какая-то такая дикая но нет у нас тут других никаких таких бронированных существ да ну ничего такого нет то есть амфицион принципе неплохо тоже подходит но таких начальных уровнях но это просто маловероятно да скорее всего скорее всего все таки именно от мегисто или именно поэтому нам сейчас его как бы предлагают и победить так ну что давайте мы сначала сбегаем вот сюда посмотрим что где как почем и пора потом откроем битву именно вот ту битву и так если я возьму вот такого гиенадона он подменится на на вот этого парнишку на вот этого парнишку нехорошо как то получается если я возьму мамонта он подменится на вот этого парнишку скорее всего тоже нехорошо получается а так чтобы он не подменялся это мне нужно взять кого вот например мама теле он тогда не будет подменяться и тогда можно взять гиенадона и тили тили троллевали допустим давайте вот так пойдем так я хоть один удар выдерживаю да выдерживаю все отлично на что же первый гибрид который на самом деле не первый дома материю ставим защиту этот медведь бурсук зубы у него такие передние реально как будто бы кору погрызть хочется к сожалению пора сливаться атака на все четыре блин ну такое странное существо на данном а я не знаю раз два четыре семьсот отличнее и еще и вариант так мне бы желательно на пережитие эрематерия тоже завалить потому что если я не завалю эрематерия то будет печаль беда блин я тут завтыкал ладно так пробил шесть баллов и атака на 2 ой это плохо это плохо ребята а а а а а а а он на 2 меня он не вынесет да а а если про атакуют то я два удара даже не выдержу а а а а а а ух это получилось короче как никогда кстати идеальный идеальный вариант но как бы я такой идеально везучий вариант ребята в а Вау, как это круто. Как это же легко. Так, а ну-ка, давайте мы сейчас, кого мы тут можем взять? Кто у нас есть? Какая свирепость по атаке. Кого мы обычно не берем в эти битвы? Блин, ну они настолько слабые, да, что как бы их тут и не возьмешь. Ну вот сумчатого льва хотелось бы взять, но он такой слабый, блин. Эх, и мамонта давайте возьмем. Пойдем, накажем. 50-го уровня, блин. Урт, уртинушка мутировавший. Так, Келенкин с 310-го уровня, 140-й, блин, а Индридж 140-й. Кстати, тут еще можно и проиграть, что-то так и так совсем слабенький взял. Так, сколько у тебя баллов? Сколько там уже нахомячил? 4. Атакую уже, что ли? Смотрите, упорно не хочет атаковать. Ну я тоже не хочу атаковать, извините мне, у него 5000 жизней. Нарваться на 3 очка в защите совсем не хочется. Ну вот, блин, 2 балла у него все равно осталось. Подлец. Ладно, раз, два, три. Пробил, е-мое, раз, два. Ну так, в притирочку. Забросали камнями. Как, когда, как была казнь в древние времена, да? Взяли человека какого-то и забросали камнями. Преступника в смысле. 3. Ха-ха-ха. Давайте дадим шанс вот этому парню. А то уже ему практически нечего делать здесь. С нашими-то противниками. Но самого крупного млекопитающего, ходящего по земле, он забрал с собой. Так, ну, ну индрикацер, блин, насколько он больше смотрится. Индрикацер, конечно, да. Просто мамонт для него вообще мелкий. Давайте вызовем бронепоезда. И вот так. Эх, красота. Красивый какой. Вот так вот. Мамотерий порешал вопрос. Так, и последняя битва по атаке. Так, берем... Кого берем? Допустим, Гасторнис пойдет на мясо. Потом пойдет Титанобоа. Или как, как, как сделать? Так. Да, если я первый возьму мамонта. А, ну правильно, мамонта берем, он не будет подменяться. Ну, давайте так пойдем. Главное, блин, а ну, против сумчатого льва такого особо не продержишься. Но, с другой стороны, его и пробить легко. Пришло время выпустить Ужика. Ну, давай атакуй. На два, блин. И лишний балл я вот тут потратил. Обидно. Получилось. Давайте вот так сделаем. Я его мог бы, конечно, пробить. Но ситуация особо не улучшилась. Мамонт, сорок пятого уровня. Блин, вот так надо ставить. Прикиньте, четыре в защиту надо ставить. Если бы у него было пять, то он ешь с два удара, не выдержу. А ну-ка, а ну-ка, мамонт. Да, 1300. Два удара их она мне. Легко проиграть. Вот так. Ха-ха-ха. Но еще легче его теперь пробить. О, вот так. Ну, был неплохо. Телокосмилу еще даже лучше саблезубика смотрится на этом фоне. Крутись, крутись. Супер тварь нам попадись. Ну, до Динатери не дотянули, но Амфицион до кандидатного гибрида. Так, ну что, давайте сюда пойдем. Чего бы нам сюда и не сходить с вами. По атаке. Так. Во. Лептостегушка пойдет нам сюда. Потом он подменится. Вот так. О, да, тут надо сразу атаковать. Блина, ребята. Есть лажа. Если я его сейчас атакую, он меня убивает. Обидно. Бедняга. Такой красивый. А ни одного удара не смог сделать даже. Блин, один умонозавр должен тут отбиваться сейчас. От двух телозавров, е-мое. Это ж нереально. Они бьют по полторухе. На два. Блин, а... Сливаемся, ребята. Три, блин, ну и как раз... Ну да, мало жизни. Ё-моё. Вроде такой был простой бой. Всё должно было быть по-другому. Это всё Оуэн. Оуэн нам тут напортачил. Мегистатерия нужно открыть, ребята. Нужно. Так. Ладно, пойдёт. Эдестус. Игильс. Игеннодус. Ну и что, атака на три? Так. Ну, на этот раз должно всё лучше быть. Но не сильно. Давай, Геликус, ребёшечка. Это же у нас Ксифактин Геликуса сожрал, да? И умер. Тили-тили тролливали. Ну, как раз на три... Не, не пробивает. Чё ж ты такой уж, что на три меня? Ты не мог меня никак пробить. Читер. Раз. Два. Три, да? И раз, два. Так, вывод скажите, что он меня сейчас ещё пробьёт. Ну, блин, если он поставил три, нам хана. Ну, не, три-четыре, нам бы хана. Так, ну, нормально. Разобрали. Сейчас мы ещё Мегистотери откроем. И будет классно. Вот такая, ребята, у нас серия длинная. Прямо два турнира в одном. Так, кто пойдёт? Плотозавр потанкует. А потом вот Генодус. И Архелон. Давайте пробовать. Чё-то у меня с рифовыми беда достала. После первого проигрыша, конечно. Так, ну, Плезиозавр бьёт слабо. Мы тут сможем накопиться по максимуму. Скажите, что пробил ещё. О, правильно, не надо. Так. Вот так вот делаем. Две черепашки у нас ещё осталось. Так, Эдестус. Хоть и 61-й, но бьёт не шибко больно. 6. Блин, атакует на 5. Блинчик. Один готов. Блин, а Дункли отобьёт вообще больно, наверное. Раз, два, три. 5400 пробил. И раз, два, три, наверное, надо ставить. Да, перенёс бал. Но Дункли 21-й. Хотя у него самого только 31-й. Два удара выдержим. А, даже один. Один Гадёныш себе приберёг. Но даже не поцарапал нас. Вот так вот. Удар кувырком. Так, ну ещё один бой нам затащить и... Будет круто. Так. Вот такая вот ребёшка. Он подменится на другую ребёшку. Мы возьмём вот такую вот ребёшку. Так, он вот так вот подменится. Потом второй будет... Пойдёт... Пещерный, да? Дунки. Дунки взять можно бы. Так, а ну-ка ещё давайте подумаем. Он подменится... Он подменится... Блин, ну ситуация такая себе. Неприкольно, когда три разных стихии у врага. Это неприкольно. Но можно сделать так. Большую часть жизни мы сняли. В принципе, можно по поводу лептостеги не переживать. Мы её легко пробьём... Любым существом. А вот это вот как раз нужно будет пробивать... Пробивать ромалиозавром. Блин, такой длиннючий нос. Такой гигантский анхипристис. Прощай, Артокантус. Атака на все шесть. Раз, два, пять, сто. Да, пробили. И раз, два, три... Блин, четыре поставлю, ребята. Потому что Артокантус будет бить нас больно. Я его сразу Дунклием пробью. Давай, атакуй. Чтобы... Ну, ладно. На три. Пусть на три. И я на три. Моща, ребята. Тридцать второй уровень. Четыре шестьсот силы атаки. Вот это я понимаю. Лептостега нервно курит в сторонке со своим бонусом. Так, вот, смотрим. Ромалеа у нас примерно такой же, как и лептостега. Лептостега. И приносит нам победу. И мы получаем Мегистотерия, ребятки. Черт не успел скриншот сделать. Вот такой вот у нас пёсик. Ну, на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. За такую двойную длинную серию можно поставить и лайк. До скорых встреч.